Решила попробовать натуральное мороженое, называется, смородина, черная смородина. Вот такая тут ложечка есть, сурогодность указан. Говорят, как суфле. Продавец в магазине сказала, что попробуйте, а то каштан у нас еще есть. А этого, может быть, и не быть, поэтому решила попробовать. Я очень люблю, как оказалось, шоколадное мороженое, покрытое шоколадом. Называется каштан. У нас каштан зелевого. Я кушала, мне очень понравилось мороженое. Я заметила, я его каждый раз покупаю. И продаю, даже спрашивают вам, как обычно. Я поэтому решила что-то попробовать новенькое. Попробую, вам расскажу. Напишите, какое у вас любимое мороженое. А это я. И снова подстриглась. Смотрите, какие у меня тут завитушки. Мне очень нравится. Как вам? Сижу на лавочке, вам любимой. И тут сейчас прилетят голуби. Ну что, ребята, кушай, это мороженое крафтовое. В общем, напоминает, оно действительно домашнее мороженое, которое плохо перемешано. С кусочками льда, какими-то такими небольшими. Нет, я не скажу, что оно прям как суфле. Нет, не как суфле. Вот. Такая интересная машина. Написано, займитесь тем, что вы умеете делать лучше нас. Интересно. Вот. Ложечка неудобная. Поэтому, наверное, больше покупать его не буду. Напоминает ли итальянское мороженое чем-то? Да, но не совсем. Все-таки итальянское мороженое, оно более мягкое. Там нет таких кусочков льда. Вот. Поэтому, да. Вот. Ну, в целом, оно вкусное. Фрукты, напоминаю, действительно, настоящие. Натуральные. Вот. Ну, а вот кусочки льда не понравились. Вот. Такое вот мороженое. Еще не понравился там состав. Там камедь. Камедь, камедь. Не знаю, что это такое. Мне кажется, это не очень хорошая вещь. Вот. Поэтому, да. Ребята, зашла в кафе. Он так-то все выпьет. Всегда хотела именно вот тут посидеть. Так, чтобы люди вокруг ходят. Прямо рядышком. Вот. И. Тут присела, заказала капучину. Фандан с мороженым. Посмотрим, что тут выйдет. Вот такой капучино мне принесли. Нарисовали тут. И вот как раз тут рядышком люди ходят. Напишите любителей вот таких кафе. Прямо рядышком с прохожими сидеть. Вот смотрите, другой рисунок. Я вот это накрутила ложечкой. Просто круговыми движениями. И в общем-то, чуть-чуть другой рисунок получился. А это у нас фандан. Посмотрите. Тут в серединке шоколад, который должен разливаться. И такая желтая малинка и розовенькая малинка. И мороженое. Сейчас посмотрим. Разливается он или нет. Да, все-таки действительно внутри вкусняшка. Поэтому буду кушать. Смотрите. Вот такой счет принесли. Вот такой чек. Я вам приближу. Фандан, капучино. Как-то интересно, что на два чипа и сделано. В общем, вот такой воздушный шарик. Какой маникюр, кстати. Смотрите, что я понимаю. Я купила вот такой рюкзачок. Он такого розового цвета. Бежево-розового цвета. Цена, кстати, вообще. Смотрите. 179 гривен. Это очень дешево по Украине. Ну, естественно, он не кожаный. Но, в общем-то, качество нормальное. Вот эту ниточку я отрежу. И буду носить. Также я тут прикупила вот такой консилер. Для своих бровок. Светлый цвет. Лайт написано. Первый. Каоскин. Ну, будем пробовать. Также я купила вот такие сережки себе. Это медицинское золото. Они очень даже приятно светятся. Блещут, скажем так. И стоят они 150 гривен. Такие вот сережки. Женщина в магазине обещала, что будут носиться они долго. Ну, посмотрим. Так. И также я купила вот такую пилочку. И, собственно, купила еще один рюкзачок. Он тоже стоил 179 гривен. Поэтому я подумала, почему бы и нет. Да. Такой же точно фасон рюкзачка. Но только вот такой серый цвет. Серебристый. Напишите, как вам. Какой вам больше понравился. Розовый? Ну, бежево-розовый. Или вот этот серебристый. Что, вот так выглядят сережки. В общем-то, да, они блестят. Да, кажется, что золотые. Ну, понятно, что они не золотые. Вот. Сейчас поглажу платьишко и пойду по делам. Кстати, воспользовалась консилером. Консилер мне очень понравился. Подвела вот этот вокруг бровок. Вот эту область тоже закрасила. Мне очень понравилось. Что, протестировала я рюкзачок. В общем-то, вот у меня на плече. Все помещается, все хорошо. В общем-то, рюкзачком я довольна. В плане хайлайтера. Ну, все хорошо. Вот, видите, перекрыли все. Синяшки под глазами. Сережки. Ну, не знаю. Честно говоря, не особо они выглядят, как золотые. Хотя, там продавец сказала, что очень много людей носят именно такого плана. Сережки. Ну, то есть, видите, там, как бы они золотые, на самом деле, нет. Ну, как нет. Это митцинское золото. Вот. Я их купила за 150 гривен. Ты рассказывала? Да, как вам? Вот такого вот плана сережки. Напишите, у кого есть. Кстати, не очень удобные застежки. Вот. Действительно, очень неудобно было. Пока застегнула, там целая вечность прошла. Тебя подстриглась? Хочу еще, наверное, на осень сделать челку. Косую челку. Наверное, так будет. Да. Напишите, как вам больше нравится, есть челка, без челки. Вот. И бровки, кстати, тоже подвела. Ну, вот тут чуть-чуть коряренько получилось. Вот. А так, в общем-то, трансиллером вокруг обвела. И вот такие бровки. Они стали намного четче. Единственное, что, конечно, этот контур нужно было растушевать потом, потому что, ну, не очень так получается. Вот, вот так вот бровки у нас получились. Да, так они, конечно, намного четче. И вот эти всякие припухлости под глазами, они тоже, в общем-то, перекрыты. Какой у вас консилер, напишите. Вот. Как его мой рюкзачок. Сейчас я вам покажу его. Вот он у меня рюкзачок. Достаточно милый, цвет приятный. Мне кажется, сейчас можно носить. Как вам, кстати, фон видео. Такая интересная поросль. Не знаю, как называется. Мне кажется, очень красиво. Ну, в целом, потом расскажу ситуацию насчет сережек. Как вообще. Вот. Ну, я их протерла, кстати, спиртиком. Снаружи, снутри протерла. Да, потому что, ну, вы же понимаете, что могли их и разные люди мерить. Поэтому тут я все протерла. У меня, кстати, печалька. У меня немножечко испортилась вот эта вот бижутерия. Видите, она чуть такая белесая. Вот. Уже. Да, вот видите. Она должна быть черная. Там чуть-чуть белесая. В некоторых местах, особенно вот там сзади шеи, уже стерлась покрытие. Вот эта черненькая. Не знаю, что с этим делать. Наверное, уже выбрасывать придется. Ну, или напишите, как это можно починить. Как вам наша осень? Мне кажется, очень приятно. Ну, что, ребят, приехали мы на набережную. Уже прогулялись. Мы были вот там. Сейчас у нас такой интересный отлив. Как вам, кстати, макияж? Ну, вечерний макияж. Поэтому сделала все поярче. У нас сегодня полнолуние. И очень красная луна такая интересная. Сейчас я вам все поснимаю. Мы сейчас отъедем. Я буду вам луну снимать. Очень красиво. У нас луна сегодня. Вот. Ну, и стеклышко грязненькое. Sorry. Сейчас мы отъедем. Какой-то театр приезжает. Афиша висит. Ladies Night. Как называется театр? Киев-стайл театр. Вот. Вот. Смотрите, какая у нас луна. Вот такая у нас огромная луна сегодня. Ну, sorry за грязное стекло. Но бывает. Вот. Но она очень красивая. Как выйдем из машины, я вам покажу. Мы едем в Ашан. В аптеку. Мне там прописали новые таблетки от аллергии. Вот. И, в общем, да. За таблетками. Вот так я выгляжу, когда окошко со стороны мужа открыто. Там окошко рядышком со мной закрыто. Но все равно, вот, собственно, корчай, прическа называется. Укладка и все остальное. Напишите, у кого такая же проблема. И, кстати, девочки, если вы за рулем, напишите, как вы вот с вот этими вот моментами справляетесь. Как-то волосы в рот и все остальное. Хотя, значит, надо там в тридер, в тридер хвост смотреть в это время. Мога бы быть внимательной на дороге. Наверное, надо хвостик завязывать сразу или какую-то бульку. Ну, собственно, вот. Все равно все волосы в рту. Ну, вот так. Вот так и ездим. А если два окошка открыть, это будет... Ой, сейчас я открою, кстати. Вот что со мной будет. Слушайте, на волосы пошли гулять. Закрыт вае окошко. Ой, что-то оно не хочет закрываться. Закрыли окошко. Ну, в общем, прическа прощая называется. Надо, кстати, с собой расческу носить. Вот что, подумала? Потому что, ну, мало ли, вот так проедешься, а потом ходишь лохматая. Да? Ну что, приехали мы к Ашану. Сейчас я луну засниму. Смотрите, вот это вот луна. У нас сегодня такого цвета. Интересного. Да. Вот, а то фонарик. В общем, приехали мы в Ашан. Сейчас пойдем за таблетками. Тут закрылся Макдональдс. Очень печально. Написано, что они закрылись для того, чтобы встать еще лучше. Вот, интересно. Ой, такая красивая машина тут стоит. Интересно, как они сюда загоняли. Вот этот путячок очень интересный. Все там так... Хорошая там одежда. Ну, достаточно дорогая. Вот, относительно украинских цен. Смотрите, какие очереди на кассе. Вот. Да, я часто слово «вот» говорю. Да. Собачка прикольная. Вот этот магазин «Мон Пассиа» для рукодельниц. Смотрите, что там продают такого интересного. Тут и украшение за 600 гривен. Вот эта белая красивая мне нравится. Напишите, какое вам больше всего нравится. Посмотрите, что это за штука. Это называется «Био Арбуз». Стоит он 4,95. Такой огромный. Вот. Тут еще такие вот арбузики есть. Цена 8,55 гривен. Украине я снимаю. И вот есть еще такие нам привычные, в общем-то, арбузики. Они по стоимости 7,95. Ну, вот. Ну, что, ребят, мы сейчас вот думаем. То ли взять вот этот светло-зеленый, то ли вот этот синий-зеленый судочек. Это будет у нас масленица. Помните, я как-то снимала влог, трансляцию снимала. И, в общем-то, там разбилась масленица. Сверху крышечка разбилась. Это у нас инжир. И мы взяли еще креветки. И креветки там были по акции. Поэтому вот мы взяли все покупки на сегодня. Ну, что, вот так вот я выгляжу в зеркале. Ага, почему-то засвечивает это все. Интересно, как же так повернуться. Вот такой вот у меня рюкзачок. Как вам рюкзачок? Под мои босоножки. Что, съемка дубль два. Вот такой рюкзачок. Как вам? Так, он выглядит под мои босоножки как раз. Мне кажется, очень хорошо. Я еще, знаете, что думаю? Мне кажется, он мне пойдет вот с корей. Не знаю, как бы вам это показать. Ну, вот так как-то. Напишите, как вы думаете. Ну, все, буду заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Ставьте пальчики вверх под видео. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Пишите любые комментарии. Плохие, хорошие. Если вам нравится, что-то не нравится. Пишите обязательно. Побеседуем с вами в комментариях. Ну, и все. Пока-пока.